Добро пожаловать на канал HarderizedInfo. Перед нами устройство RealmePad и сейчас я покажу вам как на этом устройстве выполнить первую настройку, первоначальную настройку. Итак, вначале мы подключаемся к русскому языку, то есть включаем русский язык, выбираем регион и нажимаем начать. После этого выбираем сеть интернета, к которой мы подключаемся, то есть сеть Wi-Fi, вписываем пароль к нему, нажимаем подключить. Итак, затем выбираем не копировать, это важно, лучше скопировать данные через Oppo, через Oppo Clone Phone, но не через стандартный гугловский. Итак, теперь выбираем, что пользоваться будет либо взрослый или подросток, либо ребенок. То есть подросток там отсчитывается от 10 лет, если ребенок от 10 лет, до 10 лет считается ребенок. То есть смотрите, если вы сейчас нажмете ребенок, тогда вы больше, у вас не будет возможности настроить это устройство больше, как для взрослого человека, и он сейчас попросит подключиться к Family Lean, то есть настроить родительский контроль. То есть возможность будет, но нужно будет делать полный сброс через режим recovery, это важно понимать. Да, то есть дальше он вас не пропустит с режимом ребенка, даже если вы назад вернетесь, у вас возможности выбрать взрослого уже не будет. Поэтому выбирайте взрослого или ребенка, если ребенка тогда на этом моменте наши с вами пути расходятся, можете выключать видео, я дальше показываю для взрослых. Итак, здесь вписываем адрес электронной почты, нажимаем далее, а затем вписываем пароль от аккаунта. Вы вписываете от своего, я от своего. Отлично, нажимаем далее, нажимаем принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем ok, спускаемся вниз, нажимаем принять. Выбираем поисковик, который будем использовать, нажимаем далее. Выбираем устанавливаем пин-код или нет, я установлю. Я установлю простой, но горький пин-код. Итак, продолжить настройку. Мы нажимаем напомнить позже, это обязательно. И идем дальше. Ну что ж, вот по сути и все. Теперь нужно дождаться уведомления, шторки быстрого доступа. Вот, собственно, она так быстро всплыла, я думаю придется подождать. Теперь нажимаем на кнопочку завершить настройку, нажимаем начать. Вот, собственно, поэтому я и предложил вам пропустить тогда настройку чуть частично и нажать настроить позже, потому что это может продлиться очень-очень-очень долго. Это окно может зависнуть и придется... Вот, что вы будете делать, если у вас планшет при этом настраивается, нельзя пользоваться интерфейсом системы. Ну, перезагружайте, начинать все заново. А оно нам надо? Нет. Поэтому, если у вас это окошко зависело, тогда просто сбрасывайте его, то есть закрывайте приложение таким образом и заходите в него еще раз. Нажимаем начать и погнали опять ждать. Нажимаем не копировать, но уже пошло вроде. Нажимаем продолжить. Ну вот, совсем другое дело. Видите? Оно зависело. А что бы мы делали, если бы оно зависело, когда мы настраивали телефон? Точнее, планшет. Включите функцию Voice Match. Нажимаем пропустить. Voice Match не будем на этом планшете настраивать, потому что из-за него планшет начинает тормозить. И нажимаем нет, спасибо. Все. Вы полностью настроили планшет. Теперь осталось только поскачивать. Нужное приложение. И все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.